Хоккейный клуб «Сибирь» сегодня проводит, пожалуй, один из лучших сезонов в континентальной хоккейной лиге. Команда обеспечила себе досрочный выход в плей-офф, побив личный рекорд по забитым в регулярке шайбам. Это удачное время и для билетных спекулянтов, потому что попасть на матч любимой командой болельщикам становится все труднее. Ситуация вызывает легкое раздражение, потому что купить билет за 5000 рублей – это перебор, на мой взгляд, и мало кто может себе позволить. Сергей болеет за новосибирскую команду более 15 лет. Говорит, перекупы были всегда, но в последнее время вирус билетной спекуляции принял обостренную форму. В течение буквально 15-30 минут после того, как билеты выкладываются в онлайн-продажи, они исчезают из продажи полностью, 100%. И после этого их можно приобрести только вне касс Ледового дворца «Спорт». По номиналу в 5-6 раз превышающему стоимость этих билетов. Цена вопроса у перекупов варьируется в зависимости от статуса матча и уровня соперника. На предыдущие матчи, если не успел купить билет, то у перекупов они стоили порядка 3000, те места, которые продаются за 300 рублей. Вроде бы сейчас присутствуют билеты, но это все продают, которые с рук, то есть не совсем исправили. Ну а что сделаешь? За свою команду болеем? Патриоты. Приходится иногда переплачивать. Мы дважды пытались приобрести билеты в онлайн-режиме. С самого старта продаж клубный сайт Сибири начинает зависать и выдавать ошибки, сигнализируя то о перегрузке, то о проблеме с авторизацией или превышенном лимите доступных заказов. В пределах часа билеты, продаваемые в онлайн-режиме, заканчиваются. После череды безуспешных попыток я понял. Мне, как и многим другим болельщикам хоккейного клуба Сибирь, купить билет в режиме онлайн не удастся. Кассы открываются на следующий день после онлайн-продаж. Опытные болельщики стали занимать очередь еще накануне. Чтобы достать заветный пропуск на матч, многим пришлось простоять в живой цепочке более 12 часов. Сутки спустя мы безуспешно пытаемся купить 4 билета на игру с трактором. Здравствуйте, а есть билеты на второй матч? А вообще, сколько времени потребовалось, чтобы продать билеты? Позавчера было в интернете. Вчера весь день, считай, 5 часов до 3, до 4. 4. 4. 31, 28. 28. 28. Да. Лица этих ребят знакомы почти всем фанатам Сибири. Это основной состав новосибирской сборной хоккейных спекулянтов. На последние матчи вот эти, и в этом году были матчи такие, что ну невозможно даже не приобрести билет, ничего. Они занимают здесь, ночуют там, как они берут в этих кассах, кто им это столько дает. Если 4 билета на руки, а у него там много в руках, ну как оно даже, не знаю. Ну здесь опять же вопрос только в том, с чего мы участием происходят в данной операции, да, и кто, собственно, в этом замешан, да, с чего позволение это происходит. Чтобы понять, откуда у перекупов растут ноги, мы обратились к руководству хоккейного клуба «Сибирь». Но руководитель пресс-службы Мария Левинская, видимо, далека от проблем болельщиков. По ее мнению, билетная спекуляция к спорту никакого отношения не имеет. Слушаю. Мария Александровна, будьте добры, скажите, пожалуйста, от кого вы получили отказ и как мне с ними связаться? Без комментариев. До свидания. В пресс-службе континентальной хоккейной лиги линия поведения руководства «Сибири» поддержки не нашла. Мы звонили несколько раз, проговаривали ситуацию, общались. Клуб, к сожалению, не может прокомментировать виду большой занятости всех и подготовка к плей-офф. С точки зрения оценки каких-либо действий я могу сказать, что пресс-служба для того и существует, для того, чтобы отвечать на любые вопросы. Стоит отметить, первое, Сибирь уже выросла из домашнего стадиона и ей требуется площадка попросторней. Второе, перекупы не болельщики. Спортсменов, на которых они зарабатывают, спекулянты ни в грош не ставят. Так это последний раз играет. Блядь, судя по всем играм, стройклорно, конечно. Да, пройдем, пройдем. Продолжение следует...